МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем очередное городское путешествие с Павлом Любимцевым. Сегодня мы с вами посетим город Муром. Муром – один из самых древних городов России. Первое упоминание о нем – это повесть временных лет. Вы знаете, какой это год? В 862-й. Страшно даже подумать. Девятый век. Видите, вот такой древний этот город. Муром – необыкновенно красивый город, и места тут очень красивые. Алексей Максимович Горький говорил, кто не видел Мурома-саки, тот не видел красоты русской. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 17-19 веке Муром приобрел очень большое торговое значение. Дело в том, что город очень выгодно расположен. Он стоит на судоходной и полноводной оке на перекрестке торговых путей. Значит, в это время развивается купеческая жизнь. В Муроме регулярно здесь проводятся ярмарки. И муромские промышленники выделывают и продают самые разнообразные и замечательные товары. Торговля эта интенсивно шла в торговых рядах города, куда мы сейчас и отправимся. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здание торговых рядов построено было во второй половине 19 века в стиле ампира. Оно, как видите, низкое, одноэтажное. И весь старый Муром низкий город. Два этажа, один этаж, трехэтажные дома были в Муроме большой редкостью. Чем в Муроме торговали? Что здесь производили? Ну, во-первых, с давних-давних времен Муром был городом оружейников. Например, опись 1637 года гласит, что по дворам муромляне производили до тысячи стволов мушкетных. До 600 копий железных и до 70 бердышей. Так что вот оружием Муром славился всегда. Вторая замечательная черта городских ремесленников – это умение выделывать кожей. Кожевников в Муроме было очень много. Муромляне или муромцы – мне очень нравятся эти названия. Так вот, жители Мурома всегда славились этим делом. Во дворах у кожевников были вырыты специальные колодцы. Там бычьи кожи вымачивались, дубились. Потом они мялись. Занимались этим специальные кожемяки. И только потом из этих бычьих кож делали прекрасные различные изделия. В Муроме до сих пор есть улица, которая называется Кожевники. Именно там была слобода ремесленников, которые работали с кожами. И третья черта муромичей или муромцев, или муромлян – это любовь к вкусной еде. Например, муромская стерлядка на палочках – это было особое местное блюдо, которое доставлялось даже ко двору Его Императорского Величества. Или, скажем, муромские огурчики – совершенно особенные. Ну, их, конечно, как-то и засаливали муромским способом, но они и сами по себе были необыкновенно хороши. Известно даже, что в селе Карачарова на родине Ильи Муромца взятки чиновникам давали семенами муромских огурчиков. Расцвет мурома купеческого – это середина. Одина девятнадцатого века, в особенности шестидесятые годы. Причем этот расцвет связан с именем одного человека – Алексея Васильевича Ермакова. Алексей Васильевич Ермаков был купец, уралец, уроженец Челябинска. Из Челябинска он приехал в Муром, будучи довольно скромным коммерсантом, купцом всего лишь третьей гильдии. И в Муроме вырос до купца первой гильдии. И трижды Алексей Васильевич Ермаков избирался городским головой. Он был человек богатый, но бездетный, поэтому свои деньги он вкладывал в благоустройство города. И сделал здесь много прекрасного. Вообще Муром в середине девятнадцатого столетия был городом исключительно чистым, ухоженным и цивилизованным. Предмет особой гордости Алексея Васильевича Ермакова – это создание в Муроме водопровода, одного из самых первых в России. Позади меня водонапорная башня, которую соорудили по приказанию Алексея Васильевича Ермакова в 1864 году. Надо сказать, что в те времена водопроводов в российских городах было довольно мало. Здесь же все было организовано по последнему слову техники. Была сооружена прекрасная водокачка, которая воду брала из чистых родников. Вода была ключевая. Потом по деревянным трубам эти трубы были выдолблены из лиственничных стволов. Кстати сказать, в музее Мурома есть такие трубы, их можно увидеть. Так вот, по таким лиственничным деревянным трубам вода шла в эту водонапорную башню, на вершину, в большой резервуар. Оттуда же по деревянным трубам распределялась по городу. В Муроме работали 16 фонтанов для забора чистой ключевой воды. А в основании этой водонапорной башни была замурована табличка с библейским изречением. И на горах да пребудут воды. В 1974 году водонапорную Муромскую башню отреставрировали. Тогда же на ней были установлены куранты, которые каждый час играли известную песню. По муромской дорожке стояли три сосны, прощался со мной, милый, до будущей весны. Но горожане попросили снять эти куранты, потому что уж больно это было громко. Смотри по домам. Еще один знаменитый уроженец Мурома Владимир Козьмич Зворыкин. Это имя мне представляется просто непростительно забытым. У многих из вас возникает вопрос, кто такой Зворыкин? Да как кто такой? Изобретатель телевидения. Мы всем обязаны Зворыкину. Вот в этом доме он родился. Вот мемориальная доска Владимира Козьмича. Здесь он провел годы юности. Отсюда он уехал учиться в Петербургский технологический институт. В 19-м году, 20-го века, Владимир Козьмич Зворыкин эмигрировал. Он уехал из России, не желая иметь отношение к политике. Он хотел заниматься наукой. Уехал он в Америку, в Принстон. И там изобрел вот эту самую катодную трубку, которая и сегодня действует в любом телевизионном приемнике. Прожил он огромную жизнь. В 82-м году он скончался. И когда ему исполнился уже 91 год, он как-то дал интервью, в котором на вопрос, чем вы сейчас заняты, мистер Зворыкин, ответил, я учусь. Давайте заглянем в Зворыкинский дом. По муромским понятиям, Зворыкинский дом – это просто дворец. Но он и по московским меркам немаленький. Трехэтажный и весьма внушительный по объему. В этом доме купеческая семья Зворыкиных жила до революции. После революции хозяева уехали, а в доме открыли музей. 1 января 1919 года Муромский историко-художественный музей принял своих первых посетителей. Здесь самые разные экспонаты. Есть иконы, есть фотографии старинные, есть предметы быта горожан, интерьеры Зворыкинские тоже сохранились, а есть совсем оригинальные экспонаты. Вот, например, это чудо. Ну, это, конечно, уже не Зворыкинская эпоха, а гораздо более седая древность. Корневищу этого дуба, наверное, лет 600. Ну, дуб дожил до 300-летнего возраста. Еще во времена Грозного рос этот дуб. И потом еще около 300 лет это корневище пролежало в оке. Извлечено оно было сравнительно недавно, уже в 21-м столетии. По преданию, именно такие дубы с корнем вырывал Илья Муромец, кидал их в оку и таким образом изменил русло реки, привел оку к своему родному селу Карачарову. И таким образом Карачаровцев оградил от набегов разбойничков, которые промышляли в заповедных и дремучих страшных муромских лесах. Но, впрочем, об Илье Муромце речь еще впереди, а сейчас давайте заглянем в музей. Это дело интересное. Вообще-то, про Муромский историко-художественный музей можно сделать отдельную передачу. Сейчас я просто пользуюсь случаем, чтобы выразить мое восхищение благородной деятельностью работников музея и, в частности, поблагодарить Елену Александровну Субботину, консультанта нашей программы, заместителя директора музея. А если говорить об экспонатах, то мы выбрали экспонат необычный. Вот подлинный, настоящий, кстати сказать, свежий, муромский калач. Он в форме замка. Таким он был в незапамятные времена. Таким он, как видите, вырабатывается и сегодня. Калачами Муром отменно славился, и калачи эти даже попали на герб города. В верхней части муромского герба лев, держащий в лапе крест на красном фоне. Это знак того, что город принадлежит к Владимирской губернии. К Владимирской губернии Муром был приписан в конце 18 века. А внизу на голубом поле три вот таких калача. Голубое поле, ну, с одной стороны это воды оки, а с другой стороны это символ чистоты, намерений городоправителей и жителей Мурома. Вот такая вот необыкновенная красота. Даже есть ее жалко. мы разумеется не могли уехать из Мурома, не рассказав об Илье муромце. Памятник былинному герою появился в городе недавно, в 1999 году его открыли. Ну, вот кому это памятник-то? Литературному персонажу или историческому лицу? Был ли такой Илья Муромец? Как во городе в Амуроме, в оселе да в Карачарове жил старый казак Илья Муромец, сын Иванович. Был ли такой человек? Я думаю, что был. Ну, тут есть некоторые документальные свидетельства. В 12-м столетии, когда стали появляться былины об Илье муромце, в Киево-Печерской лавре жил старец, чудотворец Илья преподобный, родом из Мурома. Прожил он огромную жизнь, чуть ли не до ста лет он дожил, и мощи его и сегодня покоятся в пещерах Киево-Печерской лавры. Но дело даже не в этом. Написаны былины об Илье Муромце с удивительными подробностями. Вот эти подробности лично меня убеждают. Был такой человек, был такой герой, охранявший восточные границы Руси. Чего стоит, например, описание того, как Илья Муромец привозит соловья-разбойника на двор князя Владимира и предлагает потешить князя. Он говорит «Ты свистни по-соловьиному, ты рявкни по-туриному, ты крикни зверь по-звериному и потешь князя Владимира». Все это соловей-разбойник выполняет и от его крика и свиста бояре-князи испужалися, на карачках по двору расползалися. Вот когда так конкретно, так подробно древние сказители рассказывают всю эту историю, я понимаю, реальное лицо настоящей богатырь был такой Илья Муромец. А сейчас, друзья мои, позвольте с вами попрощаться. Если вы интересуетесь подробностями нашей работы, милости просим на наш сайт www.domashny.ru Очередное городское путешествие окончено.